Техосмотр и ОСАГО. Требования безопасности. Об этом говорим сегодня в программе главной новости в студии Лейсана Абдулина. Здравствуйте. Продолжение следует. Но также наведя свой смартфон на экран во время программы, вы можете на специальный код пройти наше голосование и принять в нем участие. А потом в конце программы мы с нашим гостем его и обсудим. А в гостях сегодня у нас в студии Артем Патрин, автоюрист. Здравствуйте, Артем. Рад вас приветствовать. Здравствуйте. Для начала разговора я все-таки актуализирую такой момент. Напомню нашим телезрителям о том, что за нелегальный техосмотр теперь грозит уголовная ответственность. Теперь помимо штрафа до 300 тысяч рублей нарушителю грозят обязательные работы и арест на срок до 6 месяцев. К незаконному предпринимательству отнесли деятельность операторов техосмотра без аккредитации, если их работа причинила крупный ущерб гражданам, к примеру, при ДТП. Отмечается, что поправки также сократят на дорогах количество машин, не отвечающих требованиям безопасности. Вот, собственно, с этого хотелось бы начать. Артем, скажите, пожалуйста, по вашим ощущениям, по вашим данным, насколько востребованы сегодня вот такие поправки? На сегодняшний день поправки, которые были внесены непосредственно в начале июля, в полной мере вступили в силу в понедельник. А именно была дополнена статья 171 Уголовного кодекса в виде наказания за те действия, которые направлены в отношении государства, а также граждан, связанные с подделкой, либо недобросовестным прохождением, либо выдачей поддельных непосредственно диагностических карт для автомобилей. На мой взгляд, данные поправки не несут как таковой практической цели, по той простой причине, что правоприменительная часть для них будет очень сомнительной. В частности, выявить, наказать и привлечь такие организации будет довольно-таки проблематично. Почему? Для того, чтобы доказать это, необходимо будет сделать контрольную закупку, на которой необходимо будет выделять бюджетные средства, также предоставлять автомобили, которые ранее нигде не были засвечены, и плюс ко всему выделять сотрудников, которых никто больше не увидит, так как во второй раз у них эта закупка уже не получится. Понятно. Так, ну все-таки давайте разберем еще один момент. Насколько часто подделывают техосмотр водителей? Водители сами техосмотр не подделывают, так как подделкой техосмотров заниматься невозможно. Есть операторы, которые не проводят непосредственно смотр автомобиля, не проводя его, выдают диагностическую карту. Однако подделки назвать ее не представляется возможным, так как она является серьезным документом на соответствующем планке госнака. То есть все выдается в соответствии с требованиями закона. Поэтому каким образом будут привлекаться эти лица, неизвестно. А вот тут такое мнение, что невыгодно посещать станции техосмотра. Почему? Станции техосмотра невыгодно посещать лишь тем лицам, тем водителям, которые посещают их при крупных автосервисах. В этом случае у них выявляется большое количество непосредственно неопязательных ремонтных воздействий. И предлагается им непосредственно пройти, скажем так, в этот сервис, отремонтировать там, и после чего получить диагностическую карту. Хотя при этом при всем законодатель четко определил два вида неисправности. Это рулевое управление и тормозное управление автомобиля. То есть именно два этих элемента не позволят выписать автомобиль на линию. А сколько предприятий сегодня вообще в Татарстане занимается для общего развития? Скажите, пожалуйста. Точное число назвать невозможно, потому что предприятия периодически получают лицензию. Пул этих предприятий расширяется ежедневно. Я напоминаю нашим телезрителям, что вы можете задать свой вопрос нашему спикеру. Это автоюрист Артем Патрин. Номера телефонов прямого эфира 511-9966 и 8800-532-55. Также мы призываем, напомню, принять участие в нашей группе ВКонтакте «Голосование», которая звучит так. Удается ли вам вовремя проходить техосмотр? Нам этот вопрос тоже очень интересен. Все-таки как изменения затронут, давайте еще раз посмотрим, автовладельцев вот этих? Если подробно разобрать. Артем? Да, да. Да, да. Расскажите, пожалуйста, как изменения затронут автовладельцев, если вот так вот уже разобрать подробно? Буквально вот на пальцах. Буквально на пальцах. В данном случае данные поправки лишь дадут такой небольшой, может быть, гарант безопасности для автовладельцев, что они получат диагностическую карту в соответствии с требованиями закона. Однако данные диагностические карты получаются ежедневно и в большом количестве огромным количеством водителей для получения всего одной услуги. Это получение полиса ОСАГ. До тех пор, пока данная, скажем так, функция проведения технического осмотра автомобилей не будет возвращена в ГИБДД, данные диагностические карты будут выдаваться в огромном количестве. Поэтому мы все прекрасно видим, какие автомобили выезжают на дороги общего пользования. То есть у многих из них имеется ряд существенных недостатков. Также бывает очень часто автомобили помещают на специализированные стоянки в связи с неисправностями, которые не позволяют их эксплуатировать. Однако на сегодняшний день эти поправки, повторюсь, не несут никакой смысловой нагрузки, вряд ли приведут к удорожанию полиса, вряд ли приведут к удорожанию талона техосмотра. Поэтому я считаю объективно, что никакой роли практически они не сыграют. За исключением, да, действительно, в тех случаях, когда эти полисы продаются вместе с диагностическими картами через интернет, с минимальной стоимостью, которая, по сути, является номинальной и являются либо действительно поддельными, как таковыми, то есть не являются продуктами госзнака, а являются именно липовыми, то есть фальсификатом, то в этом конкретном случае, да, действительно будет работать статья 171 Уголовного кодекса, и должностные лица, либо конкретно лица физические, либо юридические будут привлечены уже более точно к уголовной ответственности. К теме полисов мы вернемся чуть попозже. Дело в том, что у нас сейчас на связи есть телезритель, звонок, давайте примем его. Здравствуйте. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте, добрый день. Вопрос такой, вот вышел срок страховки, соответственно, нет техосмотра. В данный момент, если меня остановят сотрудники, как это все будет происходить? Спасибо. Артем. Хорошо. Да, действительно, на сегодняшний день, в связи с пандемией, которая продолжалась по всему миру, было вынесено постановление правительства, согласно которому можно получить полис ОСАГО, не имея талона диагностического, то есть талона техосмотра. Однако, с момента снятия всех ограничений, в течение 30 дней водитель обязан пройти технический осмотр на своем автомобиле, получить данную диагностическую карту и предоставить ее в страховую компанию. В противном случае, страховая компания в одноставленном порядке сможет расторгнуть договор ОСАГО, и водитель останется без страховки. И в этом случае все виды рисков он берет полностью на себя и будет нести полную ответственность, начиная от административной и заканчивая гражданской правовой. Кстати, вот про пандемию. Довольно любопытные данные о том, что по данным статистики, опять же, в связи с пандемией, отмечается резкий рост поддельных ОСАГО. Дайте нам совет, как не наткнуться, скажем так, на подделку. Для того, чтобы не наткнуться на поддельный полис ОСАГО, необходимо оформлять страховой полис либо в офисе страховой компании, то есть ни коим образом, ни где-нибудь во дворе или закоулке, а именно в офисе страховой компании, а также, как вариант, на сайте самой страховой компании. И быть внимательным по той простой причине, что мошенники всегда пользовались возможностью копирования или создания клонов сайтов страховых компаний для оформления страхового полиса. Вернемся, опять же, к теме чуть попозже. Напомню, 8 800 532 55, а также 511 99 66, телефон напрямого эфира. На связи у нас сегодня автоюрист, и у нас есть очередной звонок от телезрителей. Здравствуйте. Добрый день. Артем, подскажите, пожалуйста, имеют ли право сотрудники ГИБДД проверять техосмотр и диагностическую карту на дороге? Вот, допустим, если автомобиль не новый, а, допустим, в 10-летней давности, и карту оформляли при оформлении страховки в страховой компании, то как вообще вправе ли сотрудники требовать данную карту? Спасибо. Спасибо. Но перечень документов, которые имеют право поверять сотрудники ГИБДД, четко определен. В этом конкретном перечне отсутствуют ли и диагностическая карта, и любые другие документы, за исключением полиса ОСАГО, водительского удостоверения, и документы, подтверждающие право управления транспортным средством, то есть СТС либо ПТС на автомобиль. Во всех остальных случаях их требования незаконны, и в этом случае вы имеете полное право обратиться либо к руководству, либо в суд и оспаривать их незаконные действия. Напомню, у нас сегодня автоюрист на связи. Вы можете нам звонить в течение ближайших минут по телефону прямого эфира, который видите на своих экранах. И напомню, что в нашей группе ВКонтакте, телеканал Татарстан 24, мы сегодня проводим осмотр. Нам действительно интересно, удается ли вам вовремя проходить техосмотр, а затем с Артемом как раз проанализируем данные. Возвращаясь к мошенническим схемам, Артем, какие еще бывают, разберите, пожалуйста, вот самые популярные. Это из той серии, что предупрежден, значит вооружен. Ну, на сегодняшний день большое количество различных мошеннических схем используют преступники, в том числе, среди них, вот как раз-таки, да, поддельные полисы, которые продаются везде, в том числе в интернете, за сущие копейки, исходя из средней рыночной стоимости. А также учитывая то обстоятельство, что предлагают полисы, вот я недавно наткнулся за чисто символические деньги, причем те полисы, которые будут официально пробиваться на сайте РСА. Что, в свою очередь, заставляет подумать уже о том, что к этим схемам причастны и, возможно, страховые компании. Это один из таких ярких моментов, с которыми в последнее время сталкиваемся. Однако, к сожалению, в большинстве случаев водители предпочитают вообще не страховать транспортное средство и тем самым, повторюсь, ставят себя под удар, потому что в случае наличия их вины в дорожно-транспортном происшествии придется самостоятельно возмещать весь ущерб. А на сегодняшний день полис ОСАГО позволяет компенсировать в рамках 400 тысяч весь понесенный ущерб. Скажите, а реально ли отслеживать наличие ОСАГО с помощью камер? На самом деле, да. Такая функция уже есть. Такие действия применяются уже на сегодняшний день. Однако, хотелось бы отметить, что, к сожалению, контролем занимается на сегодняшний день ГИБДД. Вместо того, чтобы заниматься безопасностью дорожного движения, у нас ГИБДД занимается контролем камер и сбором штрафов. Поэтому на сегодняшний день следует полагать все-таки, что те введения, которые будут в 2022 году, с 1 марта, касательно контроля, поле точного контроля, наличия страховых полисов, наличия диагностических карт, будут спокойно применяться, и технологические возможности на сегодняшний день уже имеются. Вот как раз по поводу 2022 года, вроде еще 2 года, да, на полтора. Но, тем не менее, степень готовности, или правда ли, действительно, штраф будет накладываться, как это отслеживаться будет с помощью тех же самых камер? И почему, кстати, вы против того, чтобы ГИБДД за этим следило? Ну, вообще, на сегодняшний день ГИБДД занимается контролем. Контролем, сбором, имеют доступ к базам непосредственно. Насколько нам известно на сегодняшний день, в ГИБДД, к сожалению, имеются две базы. Это ФИС и РИС, которые между собой иногда конфликтуют. Но, скажем так, это позволяет в полной мере выявлять и с учетом базы страховых полисов сопоставлять автомобили и в последующем уже привлекать к административной ответственности за отсутствие того или иного документа. Напомню о том, что у нас на связи автоюрист сегодня. Если у вас есть вопросы, кстати, не обязательно касательно ОСАГО, пользуйтесь случаем, звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 500 32 55. Я сейчас хочу обратиться вместе с Артемом в нашей группе ВКонтакте к опросу. Как я ранее анонсировала, мы сегодня проводим опрос, и вопрос звучит следующим образом. Удается ли вам вовремя проходить техосмотр? Так, ну признаются Артем в том, что да, удается им вовремя проходить техосмотр большинство подавляющее, 73,5% принявших участие в вопросе голосования телезрителей, а нет, в этом признается 27%. Вот вы мне скажите, пожалуйста, понятно, что это голосование в рамках программы очень быстро, но тем не менее, насколько отображает действительность тоже. Соответствует действительности? Да, на сегодняшний день много людей спокойно проходит, получает электронические карты, проходит технический осмотр, ничего сложного в этом нет, так как большое количество, как говорил в начале передачи, большое количество непосредственно компаний, которые предоставляют данную услугу. Поэтому ничего страшного в этом нет. Однако, следует понимать прекрасно, что для того, чтобы успевать, необходимо делать все заблаговременно. Я всегда говорю всем следовать хорошему примеру и приобретать полис ОСАГО где-то за месяц до истечения предыдущего, соответственно, проходить полный технический осмотр транспортного средства также за месяц до истечения предыдущего полиса. Тогда это позволит вам спокойно передвигаться на транспортном средстве и не волноваться за свою безопасность и за соблюдение требований законов. Это уже такой профилактический момент, а у нас есть звонок в студию. Давайте послушаем телезрителя. Здравствуйте. Давайте послушаем телезрителя. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите. У меня такой вопрос. Если проходить официальный техосмотр, я вот, например, приезжаю, у меня стекло лопнутое. Ну, обзор 90% стекла у меня целое. А техосмотры сразу говорят, что надо заменить. Ну, извините, 18 тысяч каждый год платить. Да, чтобы поменять только стекло. Вот я буду что посоветовать. Спасибо. Артем. Да, действительно. Тут на самом деле, являясь, скажем так, лицом, которое все-таки стоит на страже закона, как говорится, я считаю, что в данном конкретном случае необходимо руководствоваться правилами дорожного движения, а также техническим регламентом о допуске транспортных средств на дороге общего пользования. В связи с этим, если на лобовом стекле имеются трещины, которые находятся либо в зоне покоя дворников, либо находятся в обзоре водителя, в этом конкретном случае данное лобовое стекло необходимо заменить, так как оно влияет на безопасность не только вашего, скажем так, вашего автомобиля и вас, но и на безопасность других участников дорожного движения. Поэтому в данном конкретном случае я бы рекомендовал заменить лобовое стекло. Кстати, а с какими еще к вам обращаются вопросами, как к юристу, помимо, допустим, истории с фальшивыми или с поддельными документами, которые, опять же, подчеркну, по невидению происходят? Да, бывают ситуации, когда люди приобретают полисы, и оказывается, действительно, что он, скажем так, но не является при этом поддельным, просто случались ситуации, когда попадались на удочку мошенников, которые выдавали почти оригинальные полисы, почти оригинальные диагностические карты, однако денежные средства в страховые компании не поступали, и полисы признавались либо утерянными, либо утраченными, и в таком случае страховые выплаты по ним не осуществлялись, и лица в последующем очень долго через суды удавалось доказать, что, скажем так, он находился в неведении, в заблуждении был введен, и страховые компании все-таки производили выплаты. Но на сегодняшний день увеличилось большое количество обращений, связанных с другим направлением, а именно некоторые юридические лица у нас в городе Казани выкупают долги, старые долги по дорожно-транспортным происшествиям, право требования, так называемое, по договорам ЦСИ, и заходят в суд уже к виновникам ДТП и пытаются путем неосновательного обогащения заработать денежные средства себе. На сегодняшний день большое количество обращений с этим связано, в судах Республики Торстан находится огромное количество исков, и все, кто успевает к нам обратиться, все, скажем так, дело заканчивается хорошо, в иске отказывают суды этим нечистым на руку, как мы считаем юристам. То есть все-таки всегда стараться прибегать, как минимум, за консультацией к профессионалам? Да, да. В большинстве случаев у нас в городе многие юристы консультируют совершенно бесплатно, и лучше получить бесплатную консультацию здесь и сейчас, чем платить потом много за то, чтобы исправить эту ошибку. Согласна с вами. Напомню, у нас сегодня в гостях в студии был Артем Патрина, автоюрист. Это была программа «Главные новости» в студии Леся Анна Абдульна. Всего вам доброго.